Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 На сегодняшний день, действительно, я только что оттуда, конечно, мои коллеги подчеркнули, что желает лучшего ему составить здоровье, но я, действительно, как юрист, буду верить в бумагу. Пускай проведет незамисимое служебное расследование, пускай дадут официальный ответ, почему оно произошло, по какой причине. Нас подталкивает понятие, что оно предушмотано в головном кодексе, и есть такое понятие доведения до самого близкого. Это, извините меня, а кто совершил, он совершил, извините, но в целом, я считаю, что сам факт, что есть кровь внутри этих утверждений, я считаю, что это уже, я не знаю, это уже надо бить колокола, незамисимо от такого статуса происходят такие вещи, мне кажется, что это уже непозволительно. Есть 22 статья, о которой в Конституции прописано, что, во-первых, не только жизнь, но и государство гарантирует его достоинство, гуманное отношение к человеку. Это требование нашей конституции. Если мы признаем, что мы в правом государстве живем, мы должны исходить от этих принципов. Я, конечно, официально, конечно, многое, что хочется сказать, я хотел бы в завершении сказать одно, что, вы знаете, когда человека самых близких, родных, детей, родственников прямых арестовывают, ну, вы знаете, правильно, если прислушаться, недавно Владимир Владимирович Путин в России особо подчеркнул, из этого не надо делать шоу. Вы знаете, если каждого, у нас два с половиной тысячи отрывозов, ну, миллионы отрывозов, да, уже почти всех, можно считать, каждого, второго, третьего осужденного. Но все-таки надо глобально подумать, что необязательно было изолировать всех этих судей. Первая задача уголовного кодекса состоит – пресечь преступления, а не подталкивать и привлекать уголовную ответственность. Спасибо, Бахтебек. Тему продолжает. Либо Шарабидин, как вы считаете, нужно, либо Акин. Кто из вас? Шарабидин? Так-то слово. Еще один адвокат, пожалуйста, прошу вас. Прейсер Казахстан. в окргут республикасы на чекарас и на 4 в арган 1 чек д и он в макс и в и в и и Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Перед тем, чем при этом Сад Запаров появится, мы отправили Водом Ленин в Министерство внутренних дел и меряем, что Садыр Жапарову будут встречать родственники и его сторонники, и нам определить площадь именно этого Горького. Когда мы встретили его на площади Горького, объявили, что Садыр Жапарову заряжали, его увезли в ГКМГ, и идет на допрос. И знаете, кто там спровоцировал? Спровоцировали же сами же работники, сотрудники милиции. И я в СССР только вздал, массовое беспорядок спровоцировал сотрудники милиции полковники подполковника МД, а также кто укрывал организатора захвата заложника. Вот такую тему назвал. И указал повсеместно, кто спровоцировал. Спровоцировал талант Иман Кадыров, полковник милиции нашего, который не должен был его озвучивать его фамилию. И дальше. А кто его выдал? Выдал его научный статк с обвиняемым Садыр Жапаровым, свидетелем, оперу полномочи на 10-го отдела ГУВАЗа-Бишкека. Суванарий Султамеку раздал признательное показание, что провокацию строят подполковник милиции Танатюк Иман Кадыров и полковник милиции, которого он не знает. Мы дали ходатайство. Найти этого полковника и подполковника, привлечь уголовную ответственность. Мы спросили, как это все произошло? Когда мы все собрались на горке партии, то есть встречать, когда узнали, что его ГКМВ закрыли, и мы поинтересовались. И кто-то вышел на трибуну и сказал, а мы можем ли пойти вокруг здания ГКМВ и встретить? И полковник вышел, взял упор, громко говорил, и сказал, вы можете там требовать свои представления. Вместо того, чтобы этот полковник сказал, что этот участок не отведен на место, этот участок уводомлений не было данным. И он сказал, не нарушая общественный порядок, за мной следуйте. Оба полковника и подполковника наперёк пошли, и люди сзади толпой пришли в ГКМВ. И это жил. Суванали в оперу полномочках, я находился в гражданском одежде, говорит. Почему в гражданском одежде? Я говорю, ты же в форме сохранишься. Мы пришли все спровосировать, говорит. Если я в форме был бы, говорит, я не мог бы так сказать, и не мог бы людей сопровождать. Вот так было, люди. И вам скажу. И далее. Я дальше пишу так. А также, кто укрывал организатора захвата заложника? Организатора заложника укрывал президент Алмазбек Атамбай. И он подтверждает фактами. Атамбай говорит, мы знаем, что Садыр Джапаров организовал захват заложника. Вот пишет, организовал захват. Если он знал, заложник, захват. Захват заложника произошел 7 октября 2013 года. Садыр Джапаров уехал за границу 3 октября. Через 4-5 дней он укрывал. Значит, специально был заказ против Садыра Джапарова. Не только против Садыра Джапарова, но и против всей семьи. И вот сам Атамбай подтверждали этим своим письмом. О том, что он укрывал организатор. Если он знал заранее, в 2013 году, что организатор. Почему в тот период не возбудили уголовное дело против Садыра Джапарова? И почему письмо мне не дали, что Садыр Джапаров является подозреваемым, что он находится в розыске? Нет. Документально обратно говорят, что он всего свидетель. Мы хотим проверить его только в причастности. Когда мы были в ГКМБ на допросе, в 11 ночи с Петровкой двоих привели осуженных, которые участвовали в сооруженных событиях. Они сказали, что человек в 5-6 минут выйдет. Я их под давлением и их садил, и они спрашивали, имел ли Садыр Джапаров причастность к нему. А те сказали, что он не имел. А потом его спрашивают, что он ранен. Другое показание давал. Почему не стоят на свои показания? Вот такое давление стали на него оказаны. Но он сказал, что то, что я знаю, то, что я говорю, а то, что под давлением было, это давление. А на очной ставке так. И в этой очной ставке у меня все документально зафиксировано и запечатлено. Вот поэтому я говорю, что то, что я вам говорю, никому не рассказывайте. И далее. Когда спровоцировали, и 65 человек, и 65 человек, и 30 человек, и родственники. Родственники, друзья, то есть, родственники, сваты, близкие родственники. И дети. Далее. Из них возбудили уголовное дело. На 12 человек. Опять же родственники Садыр Джапарова. 17 человек в семье было. Это что за такое? Три баки. Такого не было. Было гонение? На Бекназаров, только на Бекназаров. Было гонение на Кулах, на тот год. Но на детей, на жену, на родственников. Такого на пост такого не было у нас. Я знаю, на Тюлеева. Они не только устроили родственников, на имущество только. Даже не было со сторонникового давления. А здесь произошел массовый террор. Это хотели показать. И здесь наши по понятиям начали судить наших. Здесь все. У нас чисто криминальное государство получается. Если кто-то будет недоволен с моей властью. Вот мне СИЗО открыто. Дверь. Можете СИЗО закрыть. Второй раз я говорю, в СИЗО не пущу, чтобы там чуть-чуть. Мампу не ели. Как я там находиться, как ею. Такого не будет. Сейчас я в СИЗО буду отправить, и там будет наказка. До суда до свидетелей. Вот вам. Вот что я хотел вам рассказать. Это данные факты. Если конкретный факт кого-либо интересует, я вам тоже по секрету выдать. Спасибо, Акиен. Достаточно существенная информация. Я передаю слово судку у диссады Ржафарова. Это вторая часть пресс-насиенции. И она вам расскажет, на что она готова, для того, чтобы защитить, подчеркиваю, права своего мужа. Пожалуйста, Райку Джафарова. Перенесите туда, пожалуйста, микрофон. Хорошо вас дай будет. Хорошо вас дай будет. Подный мэш Корнus. Я help. Подный мэш Корнус. Скwurf. Пил océ nope тут вот тут. Давайте помню, чтобы носить мне открыть детка. Режим. Вот тут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 вопросы. Добавите? Пожалуйста, очень коротко, потому что у журналистов время истекло, и хотелось бы, чтобы они смогли задать вопросы. Прошу вас. 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 этому дому или нету? Прошу вас. Я сейчас прямо отсюда просто попросу. После тест-конференции я хочу пойти к белому дому. Со своими родственниками. Тут ничего не коллективо и вас просто хотим со своими родственниками потребовать или спросить, попросить, чтобы они дали гарантию и сохранили жизнь моего мужа. Это в опасности. Спасибо. Пожалуйста, вы представьте, потом вы. Депутатов из Москвы. Пожалуйста, прошу вас. Продолжение следует. 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 Мы все это делаем. Мало халатар «Захарк Сахарск» Насчет лично, который Henceur, Найддер нала, Безгей айткан жоу. Мне назыра айтам, безгей айту айттан жоу. Безгей айттан жоу. Безгей айт Там, мультчинга боле мне да даду, aji sigи садыр стал, SC не думают, что дады на дайвини, какiqueiba что-то на мухардах на мухарду надеялась. В conjug Worlds влияние дады? Кто уже считал у них? Спасибо, пожалуйста, еще вопросы, пожалуйста, прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok